Проводим предварительные замеры дома. Волонтёры оценивают масштабы работ на одном из участков в селе Ясногородка. Вместо этого недостроя планируют возвести новый модульный дом. Он будет площадью 90 квадратных метров, одноэтажный. Мне кажется, что этого более чем достаточно. Будет три спальни, кухня, гостиная, довольно большой санузел. Я думаю, что всё будет хорошо. Интерьер ещё будут разрабатывать наши дизайнеры. Предварительный проект у нас уже есть. Дом будут строить вот для этой семьи. Это мой самый старший мальчик – Виталик. Ольга и её супруг воспитывают пятерых приёмных детей. Вследствие российской оккупации родного села семья была вынуждена выехать из Херсонской области. У нас председателя общины забрали, очень сильно побили. Я с ним дружила, ребра поломали ему, через пять дней отпустили. И удалось его вывезти. В российской оккупации семья прожила полгода. Вспоминать о тех временах до сих пор тяжело. Пришлось прятать флаги под ванную, потому что, судя по новостям, которые мы слышали о Буче, это ужасно было. Мы стали абсолютно всё прятать. Телефоны с ноутбуками мы закапывали. Всё прятали. Меня пришлось прятать на чердаке. Или же на крыше нашего сарая. Когда захватчики намекнули, что могут забрать детей, если те не пойдут в российскую школу, семья решила уехать. За Васильевкой сооружение было такое. Большой купол был. И там уже сказали, что это очень серьёзная проверка. Это ФСБ. И вот они заходят сзади и спереди в автобус и начинают проверять документы. Я даю документы на детей, полностью все, что это дети мои, что это так и так. А они говорят, это не ваши дети, а российские. Он мне как сказал, у меня документы выпали из рук. А потом что-то произошло. Они друг с другом переговорили. И пока я собирала документы с пола, выбежали из автобуса. И водитель говорит, мы поехали. Наверное, будет бомбёжка. Те страшные времена остались позади. Семья адаптировалась на новом месте. Главная проблема сейчас – отсутствие собственного жилья. На участке, где будет новый дом, уже высадили сад. Мы все любим клубнику, все любим. Все любим яблоки, все любим груши. Мы здесь посадили сколько? 28 или 29 деревьев. И орехи. Всё у нас есть. Разбор завалов и восстановление повреждённых из-за обстрелов жильщ – уже стандартное направление работы для волонтёров этой благотворительной организации. Впрочем, они решили запустить и новое – помогать многодетным семьям жильём. Это восстановление жизни, по большому счёту. У них было всё. А сейчас, мы видим, начинают не с нуля, а с минуса. Таких семей у нас много. И мы с нашими международными партнёрами, и с друзьями, нашим украинским бизнесом тоже будем помогать таким семьям. Несмотря на трудности, которые пришлось пережить в российской оккупации, Ольга уверена, здесь, в Киевской области, в жизни их семьи начинается новая счастливая страничка.